Я всех приветствую. Вообще, на самом деле, очень замечательно, что у нас есть такая возможность встретиться лично. Пандемия показала, что это та ценность, которую нельзя ни на что променять. Но относительно наших поставок, могу сказать, что да, часть европейских поставок, они ушли. Но при этом пришли азиатские направления, при этом остались наши старые дилеры, скажем, та же Германия у нас закупает оборудование, Франция. То есть здесь история о том, что совсем закрываться нет никакого смысла. Да, сейчас мы видим, нарушились поставки, нарушились системы создания ценностей, системы СРТ, поставщики, покупатели. Мы это осознавали в период первых санкций, следующих пакетов и так далее. И мне кажется, в этот период очень важно владеть той информацией, которая сейчас быстро появляется на рынке, для того, чтобы быстро принимать решения о дальнейших действиях. И вообще я считаю, что сейчас такой период, он больше в сторону развития технологий. То есть нам у нас другого выхода нет, как развивать внутреннее производство, развивать внутренние технологии, привлекать технологии из других территорий на нашу землю. И в частности, один из продуктов, который мы сделали, хотел показать историю, которая стала побочной. Мы анализировали рынок, анализировали информацию для своих внутренних нужд, для своего оборудования. И поняли, что эта информация, она нужна будет нашим покупателям, нашим фермерам. Это информационные каналы, то есть это, по сути, их два канала. То есть первый канал – это канал про всю ту информацию, которая вещается на сельхозрынке в интернете. Там новые разработки, новые технологии, помощь Минсельхоза, статистика по ценам, по культурам, по регионам и так далее. Все в этом канале есть. И предприятия, собственно говоря, откликнулись на эту историю. Мы получили, ну я не знаю, я уже тут озвучивал, для нас просто это большие цифры, там за два месяца мы набрали около 900. Целевая аудитория очень большая, на самом деле. Да, вот поэтому для нас это как бы такой резкий рост, мы его так оцениваем. Но когда начали показывать, это вот история про хлеборобот. То есть вот это информационный канал, значит, где формируются вот эти вот отчеты по сельхозрынку. Вот примеры отчетов, собственно говоря. Все это делают не человек, все это делает алгоритм, который собирает информацию, то есть там нету людей. Все это в автоматическом режиме собирается. Вот когда начали показывать фермерам, ребята говорят, ну хорошо, есть… Информация нет, но продажи нет. Да, но она старая, да, но она старая. Цифры там, цены максимально, минимально, ну что, да, вот когда-то были там неделю назад, месяц назад, зачем мне, собственно, это нужна история. И мы сделали другой момент, это другой канал. Это уже канал, где эти же самые источники, с этих источников собираются информация с контактами. Это практически серп и молот, да? Это серп и молот практически, да, правильно. Называется серп и робот. Когда у тебя порвались связи, ты вынужден искать новые направления. И хорошо, ты знаешь, где искать, а если ты не знаешь, если ты не знаешь эти 40 источников, что делать? Вот здесь можно зайти на канал, задать конкретно запрос по какой культуре интересен, значит, какой период. И выходят конкретные контакты с телефонами, с запросами, те объявления, которые кто-то где-то подал, значит, в этом регионе. Вот. И я считаю, что это, как бы, история, которая очень хорошо влияет на восстановление этих связей, которые есть у наших клиентов. Это история бесплатная, поскольку это, как бы, наш побочный продукт, мы за него деньги не берем, а так мы производители оборудования. Такой бесплатный подарок аграриям. Да. От машиностроителей. Да, от машиностроителей, да. Алтайского края. Ну, поскольку используем, сами эту информацию используем для позиционирования своего оборудования, для выхода на рынок там. Вот она сейчас для аграрьев. Я теперь спокоен, Виталий, потому что как основатель газеты «Купи-продай» в свое время, без которой экономика Алтайского края не встала бы на ноги в 90-е, я вижу, что это классное продолжение этой идеи, и это здорово. Да, ну, будем надеяться, если это кому-то поможет, установить новые связи, это классная идея. Спасибо. Спасибо.